От имени Генеральной Ассамблеи имею честь поприветствовать в ООН его превосходительство господина Петра Порошенко, президента Украины. Предлагаю ему выступить перед Ассамблеей. Прошу вас. Прошу вас. Я хотел бы пожелать вам, господин председатель, всяческих успехов в выполнении своих обязанностей на исключительно важном историческом моменте. Наше будущее будет главным образом зависеть от результатов этой сессии и от наших коллективных решений. Либо мы изберем путь мира, безопасности, прав человека, или же скатимся в новые гибридные войны, хаос и новые страдания. Господин председатель, в момент сместилетия организации я имею честь выступить от имени одного из государств-основателей ООН, государство, которое еще в 1945 году приняло активное участие в Сан-Франциской конференции и внесло свой вклад в создание организации, заложило основы ее деятельности. Государство, которое дало очень многое в Сан-Франциско для того, чтобы определить структуру и основу Устава ООН, а именно ее цели и принципы. К сожалению, сегодня я также выступаю от государства-членов ООН, которые сейчас страдают от жестокого нарушения основных норм и принципов Устава ООН. В заявлении Украины по случаю вступления в ООН в качестве одного из государств-основателей, которое было сделано на Сан-Францискской конференции, подчеркивается, я цитирую, Украина постоянно становилась объектом кровавых вторжений, агрессоров, которые в течение столетий попытались захватить ее территорию. Прошло много времени с того исторического события, но сегодня я должен напомнить, что моя страна вновь стала объектом внешней агрессии. В этот раз агрессор – это Россия, Российская Федерация, соседняя страна, бывший стратегический партнер, который взял на себя правовые обязательства соблюдать суверенитет, территориальную целостность, независимость и нерушимость границ Украины. Эта страна была гарантом безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, в котором гарантии безопасности предоставлялись моей стране в обмен на добровольный отказ от третьего по объему ядерного арсенала в мире. Кроме того, это государство является постоянным членом Совета Безопасности ООН, на которое Устав ООН возложил задачу поддержания международного мира и безопасности. В феврале 2014 года Россия провела открытую и ничем не спровоцированную агрессию против моей страны, оккупировав и аннексировав Крым, грубо и жестоко поправ международное право и шокировав все международное сообщество. Я глубоко признателен делегациям большинства государств и членов нашей организации, которые в прошлом году поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о заглавленной территориальной целостности Украины, в которой была осуждена незаконная аннексия России и Крыма. Вызывает сожаление, что после этого четкого вердикта со стороны международного сообщества Россия не вернулась в цивилизованное международное правовое поле. Кроме того, Москва начала новую военную безрассудную игру, и в этот раз в регионе Донбасса Украины. Несмотря на тот факт, что пока Россия отказывается официально признать прямое военное вмешательство, сегодня нет никаких сомнений, что это агрессивная война, направленная против моей страны, против Украины. Для того, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, руководство России просит снимать отличительные знаки военных и отличительные знаки военного оборудования. Она отказывается от солдатов, которые были захвачены на поле боя, и цинично использует мобильные крематории для того, чтобы устранить все следы преступления на Украине. Я хотел бы подчеркнуть, это и не гражданская война, и не внутренний конфликт. Украинские территории, оккупированные Россией в Крыме и Донбассе, представляют приблизительно 44 тысячи квадратных километров. Миллионы украинцев оказались в состоянии оккупации. Цель этой войны состоит в том, чтобы заставить народ Украины отказаться от своего суверенного выбора. В том, что касается создания свободного, демократичного и процветающего европейского государства. Все это происходит на фоне лживой риторики относительно братских народов, общей истории, связанных языков и общего будущего. И действительно, здесь мы имеем дело с желанием вернуться в имперские времена со сферами влияния. Это отчаянная попытка утвердиться за чужой счет. Почти 20 месяцев уже продолжается агрессия России против моей страны за счет финансирования террористов и наемников, за счет поставки оружия и соответствующего оборудования незаконным вооруженным группировкам в Донбассе. За последние несколько дней мы слышали примирительные заявления России, в которых она, в частности, призвала к созданию антитеррористической коалиции и заявила о пожароопасности заигрывания с террористами. Прекрасно сказано, но очень сложно в это поверить. Как вы можете призывать к антитеррористической коалиции, если вы подстегиваете терроризм прямо под вашими дверьми? Как вы можете говорить о мире и легитимности, если ваша политика состоит в развязывании войны за счет марионеточных правительств? Как вы можете говорить о свободе народов, если вы наказываете своего соседа за его выбор? Как вы можете требовать уважения для всех, если вы никого не уважаете? Евангелие от Иоанна учит нас. Вначале было слово. Но какое Евангелие вы несете в мир, если все ваши слова передергиваются? Возвращаясь к ситуации в Донбассе, хотел бы заявить, что здесь мы вынуждены бороться с реальными, полностью вооруженными, регулярными войсками Вооруженных сил Российской Федерации. Тяжелое вооружение, военное оборудование сконцентрировано на оккупированных территориях в таких количествах, что армии большинства государств-членов ООН могут об этом только мечтать. В частности, речь идет о высокоточном военном оборудовании российского производства, которое, скорее всего, невозможно, по хорошо известному признанию президента Российской Федерации, купить в обычном магазине оружие. Конечно, если этот магазин не предоставляет свободную доставку из Российской Федерации, в ходе этого периода более 8 тысяч украинцев, из которых 6 тысяч гражданские лица, погибли от рук поддерживаемых Россией террористов и оккупирующих войск на Донбассе. Более полутора миллионов жителей Донбасса были вынуждены уйти из своих домов и стали внутренне перемещенными лицами, которые переехали в другие, более безопасные регионы Украины. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить признательность международному сообществу за существенные усилия по предоставлению необходимой помощи нуждающимся людям. В то же время я призываю ООН и другие международные организации и далее уделять особое внимание столь важному вопросу. Я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что не впервые постоянный член Совета Безопасности ООН подрывает мир и безопасность на региональном и международном уровнях. За более чем 24 года, которые прошли с момента сомнительной процедуры передачи постоянного членства в Совете Безопасности от бывшего Советского Союза к Российской Федерации, Россия не только развязывала гибридные войны. И действительно, для того, чтобы сохранить свое влияние в соседних странах, Россия в течение десятилетий намеренно создавала вокруг себя пояс нестабильности. Можно сказать и о Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Крыме и Донбассе. Все это застарелые конфликты, которые поддерживаются или напрямую связаны с Россией. Но Кремль идет дальше. Сейчас российские зеленые человечки оказались в Сирии. Что и кто будет следующим? Уважаемый господин председатель, в каждой демократической стране, если кто-то крадет у вас, то независимый суд восстанавливает правосудие для того, чтобы защитить права и наказать обидевшего вас. Однако мы должны признать, что в 21 веке наша организация не имеет эффективного инструмента для того, чтобы наказывать страну-агрессора, которая украла территорию другого суверенного государства. 70 лет назад создатели Устава ООН предполагали механизм санкции Совета Безопасности. Он должен стать одним из ограничивающих инструментов, которые используются в случае агрессии и угрозе миру. Однако мы не могли себе представить, что этот инструмент будет необходим против государства-агрессора, который является и постоянным членом Совета Безопасности ООН. С момента начала агрессии Россия использовала свое право вето дважды, когда Совет Безопасности рассматривал вопросы Украины. Вначале Россия заблокировала проект резолюции с осуждением смехотворного референдума по аннексии Крыма в марте 2014 года. Я лично, как парламентарий Украины, тогда был, когда говорилось, что вроде бы прошло голосование по объявлению этого смехотворного референдума. Не было никаких членов парламента, были только российские солдаты, которые окружили парламент Крыма. Во второй раз Россия наложила постыдное вето на проект резолюции ООН создания Международного трибунала по расследованию и по преследованию всех ответственных в трагедии с малайским авиалайнером MH17. За счет того, что было наложено позорное вето на проект резолюции, Россия четко продемонстрировала всему миру, что она не заинтересована в создании и нахождении правды. Не только правды о том, кто совершил эти террористические нападения, но и об оружии, которое было использовано, когда был сбит этот самолет. Но что самое важное, это правда о том, кто организовал это преступление и из какой страны было перевезено это оружие. Я думаю, все из нас в этом зале понимают реальные мотивы вето России по созданию трибунала по рейсу MH17. Кроме того, создание Международной операции по поддержанию мира, что могло бы привести к стабилизации положения дел в Украине и остановить кровопролитие, также было заблокировано в связи с потенциальной угрозой российского вето. Злоупотребление правом вето, использование в качестве лицензии на убийство абсолютно неприемлемо. Коллективный голос нашей организации должен звучать абсолютно четко. Украина выступает за постепенное ограничение права вето с последующей отменой этого права. Право вето не должно стать актом прощения за преступление, которое может использоваться всегда, которое можно вытащить из рукава для того, чтобы избежать справедливого наказания. В связи с этим я приветствую инициативу моего коллеги и друга президента Оланда Франция при поддержке президента Пенинета Мексика относительно политической декларации об ограничении права вето среди постоянной пятерки Совета Безопасности в случае массовых зверд. Главное внимание должно уделяться модернизации Совета Безопасности ООН, в том числе расширению членского состава и улучшению методов работы. Членский состав Совета Безопасности ООН должен отражать реальности 21 века и должен представлять африканские, азиатские и латиноамериканские государства. Кроме того, дополнительное непостоянное место в Совете Безопасности должно быть отдано странам Восточной Европы, поскольку их число удвоилось за последние два десятилетия. Украина также считает необходимо улучшить архитектуру миростроительства и миротворчества ООН. Это важный элемент реформы ООН. Я горжусь международной репутацией Украины в качестве активного вкладчика в операции по поддержанию мира ООН. Несмотря на внешние проблемы, мы остаемся реальным партнером организации в столь важном деле. Вклад Украины в поддержание международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на такую же помощь от организации. В то время, когда этот вопрос для моей страны имеет особое значение, особая операция по поддержанию мира в Донбассе под эгидой ООН могла бы стать очень важным инструментом, который позволил бы осуществить минские договоренности. Украина привержена и букве, и духу Минского договора. Просим такого же подхода от других подписантов, которые недавно начали шантаж. В противном случае нет альтернативы санкциям и их ужесточению, и нет альтернативы мирному разрешению кризиса. Полный доступ представителям ОБСЕ на все оккупированные территории, вывод российских вооруженных сил, военного оборудования, а также наемников с территории Украины. Восстановление полного контроля Украины за госграницей с Россией должно быть обеспечено. Свобода, мир, соблюдение суверенитета и территориальной целостности. Украина больше ничего не требует. Однако, на меньшее мы не согласны. Уважаемый господин председатель, к сожалению, не по своей доброй воле сегодня Украина является одной из территорий, где мы боремся с угрозой терроризма. Мы активно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях деятельности ИГИЛ, Аль-Каиды, Бока-Харама, Аш-Шабаб и других группировок являются глобальным вызовом. Единственный способ решения этой проблемы – это объединиться в общем бескомпромиссной борьбе против этого зла. Международный терроризм, как оказывается, является более гибким, чем политическая воля наций. И сегодня он принимает новые, гибридные формы. Государства и негосударственные игроки взаимосвязаны. Борьба за права подменяется жестоким терроризмом. Мы убеждены в том, что необходимость универсального международного инструмента по борьбе с этим преступлением давно назрела. Вот почему завершение подготовительной работы по проекту Конвенции ООН по предотвращению терроризма и борьбе с ним должно стать одним из главных приоритетов нынешней 70-й сессии. Особая роль в борьбе с международным терроризмом должна быть придана наиболее авторитетным правовым институтам – это Международный суд и Международный уголовный суд. Универсализация, юрисдикция этих институтов является ключевым элементом преодоления безнаказанности тех, кто реально нарушает положение их патронов, режим национальной политики, который стал массовое производство терроризма. Я реально верю, что один из главных аспектов борьбы с терроризмом – это сохранение и разделение памяти жертв. И в связи с этим я предлагаю, чтобы 70-й сессия Генеральной Ассамблеи рассмотрела возможность учреждения Международного дня памяти жертв террористических актов. Господин председатель, именно унижение, нежелание увидеть, что хочет народ, и нарушение основных прав вызвало то, что украинцы начали протесты в 2013 году. И это было начало нашей революции достоинства. Украина платила и по-прежнему платит существенно высокую цену за свободу, за право жить в свободной стране. Мы платим человеческими жизнями. Вот почему интересы всех и защита прав человека лежит в основе ширкомасштабных реформ, которые мы запустили год назад. Впервые за 24 года своей независимости Украина утвердила национальную стратегию прав человека. Она учитывает передовой международный опыт в области прав человека, в том числе стратегический рамочный документ ЕС по правам человека и демократии. Российская агрессия высветила проблему обеспечения безопасности прав человека в Крыме и некоторых областях Донецкой и Луганской областей. Международные организации, занимающиеся правами человека, бьют в набат относительно постоянного ухудшения прав человека в отношении к украинцам и крымским татарам в Крыме. Я особенно говорю о практике, которая используется оккупирующими властями Крыма записывать насильно в российское гражданство, а также систематическое преследование, аресты, убийства проукраинских жителей полуострова, а также полный отказ в независимости СМИ. Украина подтверждает приверженность декларации прав коренных народов ООН. Всеми правовыми средствами будем и далее отстаивать права крымских татар. Это коренной народ Украины и украинцы, которые страдают от политики оккупации оккупирующих властей Крыма. Я полагаю, что проблема жестокого нарушения прав человека в Крыму должна быть особенно рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН. Я надеюсь, что решение по этому вопросу будет принято на нынешней сессии. Я также должен упомянуть имена Нади Савченко, Олега Сенцова, Александра Колченко и многих других украинцев, оказавшихся политзаключенными Кремля, незаконно задержанными и получившими незаконное наказание. Например, Олег Сенцов – это уважаемый режиссер, и он получил 20 лет в тюрьме только за то, что он является патриотом Украины. Я призываю ООН и государства-члены ООН начать всемирную кампанию, надавить на российские власти с тем, чтобы они незамедлительно освободили тех украинских граждан, которые они держат в заложниках. Мы достигнем наших целей только если наши действия будут носить глобальный характер. Кроме того, Украина нуждается в солидарности и помощи. Это реальный, серьезный инструмент против агрессии и несправедливости. Украина, конечно же, выиграет, потому что правда на нашей стороне, но мы гораздо быстрее выиграем, если почувствуем поддержку и солидарность со стороны всего международного сообщества. Ведущаяся гибридная война против Украины демонстрирует, что международное сообщество сталкивается с еще одной проблемой, которая требует консолидации усилий. Ширкомасштабная информационная война, кампания пропаганды стали самой разрушительной формой невоенной агрессии, шитой белыми нитками новости, ложь для оправдания агрессии. Пропаганда нетерпимости и насилия – это все явления одного порядка, которые подрывают принципы свободы, выражения мнений и права человека. Вот почему задача укрепления роли информации в поддержании мира и безопасности становится как никогда важной. Я призываю Генеральную Ассамблею активно осудить эти постыдные явления и обсудить способы их устранения. Господин председатель, несмотря на вышеупомянутые внешние проблемы, Украина преисполнена решимости осуществлять цели устойчивого развития. Мы готовы нести совместную ответственность за решение конкретных важных проблем и приоритетов наиболее уязвимых групп стран, например, малых островных государств. Украина является членом группы «Друзей по климату», и мы надеемся достичь консенсуса по всеобщему согласию по изменению климата как можно быстрее. Мы надеемся на то, что этот результат будет достигнут государственными членами ООН в декабре этого года в Париже. Мы должны понимать, что цена вопроса – безопасность будущих поколений и устойчивое развитие человечества. Путь к достижению цели устойчивого развития не увенчается успехом без преодоления и предотвращения последствий экологических и технологических катастроф. В результате российской агрессии Украина сталкивается еще с одной проблемой – защита окружающей среды в Донбассе. Безответственное и криминальное минирование террористами ведет к тому, что загрязняется питьевая вода, почва, флора и фауна региона. Атмосфера загрязняется. И действительно, мы можем сегодня говорить о риске экологической катастрофы. Я убежден, что вопрос защиты окружающей среды в условиях конфликта должен получить особое внимание со стороны Ассамблей, занимающейся экологией в ООН. Если мы говорим о технологической катастрофе, я не могу не сказать о самой ужасной из них. В следующем году мы отметим 30-летие, к сожалению, 30-летие трагедии на Чернобыльской АЭС. Я хотел бы попросить вас, господин председатель, провести специальное заседание Генеральной Ассамблеи, которое было бы посвящено 30-летию Чернобыльской катастрофы в апреле 2016 года. В выступлении моей страны по случаю присоединения к ООН было сказано, я цитирую, «Украина, имея серьезные людские и материальные ресурсы, позволит внести существенный вклад в поддержание мира и глобальной безопасности». И, как и 70 лет назад, я вновь повторяю нерушимую приверженность Украины прилагать максимальное усилие для того, чтобы избавить грядущие поколения от бед войны, о чем говорится в Уставе ООН. Достижение этой высокой цели станет краеугольным камнем непостоянного членства ООН в Совете безопасности ООН на периоды 2016-2017 года, если мы будем избраны. В этом качестве Украина останется достойным партнером, который будет руководствоваться не своими, а глобальными планами и будет четко выполнять и дух, и букву Устава. Я глубоко убежден, что организация с достоинством преодолеет столь важный тест и укрепит роль гаранта порядка, мира и процветания в мире. Да пребудет с нами Бог. Благодарю вас всех за внимание. Благодарю вас всех за внимание. Благодарю вас всех за внимание.